Морозный день 21 января 2017-го многие жители запомнят на всю жизнь. Сегодня открывается новая страница в истории горок ленинских, уже православных. Купола нового храма первосвятителей московских вот-вот вознесутся в небо. Но прежде должны прозвучать слова праздничного молебна в честь их воздвижения. Господи Вседержителю Божию, Отец Наших, смиренно Твоему безмерному человеколюбию припадающим молимся. В православной традиции существует несколько видов куполов. Один из самых распространенных – луковица. Есть также сферический тип, пришедший из Византии. Храм в горках будут венчать шлемовидные, сделанные из меди и покрытые сусальным золотом. Такое знаковое событие, потому что в горках ленинских других храмов нет. И, собственно говоря, люди лишены были возможности вот так вот просто прийти в храм. Православная община горок ленинских ждала сегодняшнего дня долгих пять лет. С самого момента закладки церкви. Деньги на храм собирали всем миром. Намечен он был очень давно. Ну просто собирались силами все. Молодежи поселок побольше стал. У нас же маленький был поселок. И поэтому вот общими силами. И вот до долгожданного события всего ничего. Даже утренний мороз нипочем. Как и в старину, согревались песнями и плясками. Все, кто волею судьбы оказался в этот миг у храма, первосвятителей московских, замирают. Свершилось. Теперь уже можно смело сказать, что храм златоглавый. Однако впереди еще много работы. Внутренняя отделка, она не меньше, чем возведение стен и, значит, вот все строительные этапы, которые были до этого. Верхний храм, значит, нуждается в большом, значит, еще, так сказать, больших работах. И, значит, отделка и, значит, украшение храма – это очень немалая работа. За стенами храма тоже еще очень много работы. В планах благоустройство прихрамовой территории. Вот там будет воскресная школа, здесь детская площадка. Ну и еще планируется разбить парк. Илья Кремнев, Владимир Андрианов, Видное ТВ.